ПАДАМ! Всем привет, друзья! Это хайповый ролик, как любят снимать все блогеры на ютюбе. У меня они, конечно, раз в год. Вот. Поэтому сегодня мы поговорим о секте РД, о секте адвентисты седьмого дня. И правда ли это секты? Либо Александр Никулин, там Варгунин, Стероидман и остальные хейтеры Войтенко гонят. Давайте сегодня порассуждаем с трезвой головой. Я принимаю нейтральную позицию, да, я не буду топить за Войтенко, я не буду топить за Никулин, либо за Варгунин, либо за кого-то еще. Я буду рассуждать со своей колокольни, будет абсолютно независимое мнение. Давайте начнем, погнали. Адвентисты седьмого дня. Что это такое? Это церковь. Данная религия в Эстонии развита настолько, что церкви есть в каждом городе. У нас есть адвентисты, у нас есть пятидесятники, у нас есть мормоны, у нас есть яговисты, у нас есть баптисты. Вы слышали о таких религиях? Они все у нас есть. Они все у нас лицензированы, они все одобрены городом и они не считаются сектой. Для многих людей секта это вот это. Видите эту картинку, да? Для многих людей это секта. То есть это какая-то подпольная организация, где собираются какие-то шаманы там в капюшонах, какие-то заклинания там читают, я не знаю, может могилы разрывают, что-то еще. Вот это для многих людей секта. Почему называют Вайтенко, также его церковь, сектой? Почему? Почему? Давайте разбираться. Вайтенко никого не заставляет идти в церковь. Я спросил специального атлета ФРД, заставляет ли вас Вайтенко идти в церковь. Сказали нет. То есть какие претензии? Он не заставляет идти атлетов ФРД, ну самые, да, приближенные, которые с ним в команде, он их даже не заставляет идти в церковь. Он не заставляет идти в церковь своих подписчиков. Почему вы его называете сектантом, если он никого не призывает в свою секту? То есть цель секты это загнать как можно больше людей в свою организацию, чтобы они как бы приносили доход секте и так далее. Вот это секта. Но почему Вайтенко никого не зовет? У него огромная аудитория, он бы мог там просто империю сектантов создать, но он никого не зовет. Задумайтесь над этим. Следующий факт. Адвентисты седьмого дня, как и пятидесятники, там и баптисты и так далее, это церкви, которые, ну можно сказать, более углубленные в религию. То есть мы можем взять там православие, да. Я видел вот как идет поп, и он просто бухает водку. Он просто идет, бухает водку. Именно в адвентистах седьмого дня ты не можешь ругаться матом, ты не можешь курить, ты не можешь бухать, то есть ты не можешь там каких-то шлюх долбить. Это все запрещено этой религией. То есть почему вы называете секту, ту религию, которая гораздо святее, возможно, да, чем какие-то другие религии. То есть люди исполняют заповеди, живут по Библии, да, получается, вы называете их сектантами, хотя они почти святые, да. Я бы не назвал никого святым, конечно, в этом мире, но как бы люди стремятся, они исполняют заповеди. Вы видели хоть раз, что Бойтенко матерился? Нет, вы видели, как матерятся другие, там тот же стероидмен, который называет себя православным верующим человеком, это просто помойка. Но нужно сказать, да, что атлеты РД не ходят в церковь, ходит, скорее всего, семья Войтенко только, потому что они изначально этой веры, и скорее Саня Веган, да, он вроде тоже ходит, потому что они, скорее всего, там и познакомились в этой церкви. Но атлеты РД, ни один из них не ходит, скорее всего, в церковь, потому что я спросил у одного из них, не буду говорить, он сказал, никого Войтенко не зовет, но и они также не ходят сами. Следующий факт, это Никулин обвинял Войтенко, что там его спонсирует секта, ему дали вот огромные бабки на построение вот этой всей одежды, там, зала и так далее, ну, построение бизнеса, короче. Ребят, вы просто подумайте, какая секта будет давать обычному члену церкви 10 миллионов, либо сколько там, это ж писяц. Таких бабок, во-первых, у церкви нет, это все-таки не какая-то там православная церковь, которая имеет огромное значение для людей в России, допустим, да, у которой много реально денег. Это адвентисты седьмого дня, это, конечно, такое ветвь, она небольшая, то есть, естественно, во всем мире много адвентистов седьмого дня, но как бы они не настолько богатые, как, допустим, тот же патриарх Кирилл, блин, которого спонсируют просто там миллионами, я не знаю, он зарабатывает очень много денег. Ни одна церковь адвентистов седьмого дня не будет спонсировать обычного члена церкви 10 миллионами рублей. Ну, вы представляете, ну, я сейчас приду к ним в церковь, вы думаете, они мне дадут 10 лямов рублей? Ну, это писяц. Вы просто подумайте, как можно обвинять человека в том, что ему, как вы называете, секта, да, церковь дала там 10 лямов рублей на открытие зала и своего бренда одежды. Ну, это просто невообразимо голове. Ну, вы представляете, кто даст 10 миллионов рублей? Это что, со всех вот людей, которые в церкви собирали там, не знаю, по 500 тысяч, что ли, они что, миллионеры все? Ну, это просто бред полнейший. И вы представьте, да, что Никулин сказал там, откуда-то инфа поступит. А, да-да, даже кто-то, это вроде брат Войтенко говорил, да, что им дали какую-то аппаратуру там для начала съемок и так далее. Ребят, возможно, это дали просто друзья, возможно, знакомые, возможно, там какие-то из семьи пастора кто-то дал там камеру, еще что-то, микрофон, не знаю. Причем тут как бы спонсирование секты? Я могу сейчас попросить любого друга, чтобы он мне дал какую-то аппаратуру. Это будет считаться, что мы с другом в какой-то секте состоим, либо что? Ну, это полнейшая чушь какая-то. Они ждали камеру им и всю аппаратуру не для того, чтобы они там на какой-то церковный канал снимали, либо что-то такое. Они дали для того, чтобы он снимал на YouTube свой. То есть просто помогли человеку. Причем тут какое-то спонсирование секты? Я не знаю, ну просто задумайтесь об этом. Со стороны нейтрального человека, который никому там, никакому мнению не прикасается, то есть я ни за кого не топлю из них, я могу сказать, что это просто в голову не помещается, как можно обзывать человека сектантом, если у нас куча религий просто в мире. Каждый человек верит в то, что он хочет. То есть я могу верить в Мишку, у меня там Мишка сидит вон, я могу верить, что он мне жизнь спасает, что он божество какое-то. Могу приходить молиться на него, это что, я сектантом буду, что ли? Это просто моя вера. То есть я могу верить в цветок, как там древние всякие люди верили там в дуб какой-то и в небо, что-то и солнце. Они обогатворяли, короче, вот именно какие-то вещи именно. И вы всех сектантами называть будете? Это вера каждого человека. У нас демократичное государство, вообще в мире демократия царит, ну в большинстве стран, по крайней мере, да? И обвинять человека, что он сектант, я понимаю, что вы хайпите, как бы, да? Ну просто человек, допустим, на место Войтенко себя ставлю, это просто капец. Ну неприятно же, когда тебя называют сектантом, согласитесь. Если я сейчас Никулина сектантом буду называть за то, что он там разоблачение делается, разоблачительный сектант, ему нравится будет? Нет, конечно. Поэтому просто в голову не помещается, как можно человека за веру, за религию называть сектантом. Это просто, ну, капец. Давайте теперь немножко пробежимся по бренду РД. Многие считают, что это тоже, как бы, спонсорство секты и так далее. То есть это тоже, как бы, ну, марка сектантская и так далее. У человека была мысль, да, создать бренд. Он его создал. То есть он изначально хотел что-то сделать свое, хотел продвигаться как-то в этом мире, стать успешным и так далее. Он этого достиг, в принципе, да, и сейчас достигает. Я не вижу тут ничего плохого в самой, в самом бренде вот этом РД, да, Road to the Dream. Но я считаю сектой одно из этих направлений. Это направление вот именно подписчиков. Почему? Потому что подписчики боготворят Войтенко. Они считают его каким-то королем, они там на него чуть ли не молятся. Они там, о, мой король, царь и так далее. Но это капец. Естественно, в этом виноват Войтенко, потому что он абсолютно, ну, он сам говорит, да, что он читает книги, которые позволяют ему манипулировать толпой, там, подписчиками и так далее. Это для бизнесмена, конечно же, хорошо, потому что ты будешь там втирать людям дичь, они будут все покупать. И, как бы, для тебя это хорошо. Лично я бы на месте Войтенко хотел бы оказаться, потому что, как бы, с такими умениями, там, манипулировать толпой, зомбировать их, это очень круто для предпринимателя, потому что, ну, как вы видите, Войтенко сейчас миллионер. То есть для него это просто пушка-бомба-гонка вообще. То есть, понимаете, да, я думаю, каждый из вас хотел бы оказаться на его месте и зарабатывать столько, сколько он. Но вопрос в том, нафига он зомбирует так людей, что они, допустим, вот сейчас я снимаю это видео, да, у меня куча дизлайков тут будет. Конечно, это видео хайпанет там на 100-200 тысяч, но будет куча дизлайков, прибегут сектанты. Сектанты именно, я сектантами считаю не РД, я сектантами считаю не Веру Войтенко, я сектантами считаю подписчиков Войтенко, которые загрызут любого за своего короля, царя и так далее. Ну, это капец. Они его боготворят. Вы почитайте его комментарии, особенно раньше, когда было, сейчас у него очень много хейтеров, появилось там, наверное, 50 на 50 хейтеры и фанаты. Но раньше это было просто открываешь комменты, о, царь, о, красавчик, о, блин, ты меня там мотивируешь, я просто с ума схожу, теку от тебя. Ну, это просто капец. Ну, то есть, они его боготворят как какое-то божество. Для них он является, очевидно, божеством. И он этого не скрывает, то есть, он топи как царь, он говорит, типа, топи как я. За царем следуй, если не будешь следовать за царем, у тебя ничего в жизни не будет. Не будешь покупать шмотки мои, тоже как бы ничего не будет в жизни, потому что у тебя не будет надписи вот этой, по которой я топлю и ты по ней топи. То есть, понимаете, да, и школьники в это верят, типа, я куплю одежду, я буду просто королем, царем, как Игорь Войтенко, и я достигну всего, буду зарабатывать по 5 лямов в месяц. То есть, вот такая вот штука у нас и получается. В этом плане, конечно, я считаю сектой именно направление подписчиков, куда они идут. Они боготворят Игоря, они хотят, чтобы стать как он, да, но, ребят, 99,9% из вас не станут никогда в жизни как он. Я вам это 100% говорю, потому что вы глупенький еще, вы подрастете, вы поймете, что вы просто тратите бабки на всю... Вы, наверное, скупаете, да, всю коллекцию РД, там, ну, одежду, там, наверное, штанов до носков, я не знаю, что там у них есть. То есть, вы, наверное, каждый выпуск одежды покупаете все абсолютно и думаете, что чем больше, тем больше шансов попасть к успеху. Но это капец, я вас обрадую, вы идете не в том направлении. Ну, как обрадую, в кавычках. Вот, такие вот дела. Подведем итог, ребятки. Я не считаю сектой Адвентиста 7 дня, я не считаю Войтенко плохим человеком из-за того, что он следует религии, там, верит в Бога и так далее. Я не считаю саму компанию РД сектой. Я считаю сектой просто людей, которые следуют за Войтенко и считаю, что Войтенко их к этому побуждает. Он манипулирует ими, он говорит им, что я, типа, красавчик, следуйте за мной. Ну, в прямой он не говорит этого, конечно, но он как бы намекает на то, что я король, следуйте за мной. Не зря же он говорит, топи как царь, да? Кого он царем, блин, подразумевает? Ни один царь никуда не топит, за него топят все. Вот, ну, то есть, понимаете, да, ситуацию вот эту, мои мысли. Я надеюсь, я все рассказал, как с нейтральной стороны, ни за кого не топил, так сказать. Ну, вот топить не в том смысле, как Войтенко топит, а топить, типа, как обычно все топят, типа, ну, за кого-то. Синоним какой, не знаю, короче, подбери, напишите в комментариях, какой синоним, к слову, топить. Вот. Спасибо, ребят, большое за внимание. Если вы хотите программу тренировок, либо питания, либо также у меня вышла программа по подтягиваниям, хотите увеличить подтягивания, переходите на сайт archiomorris.com. Тут никакой секты нет, вы никуда не попадете, вы просто покупаете программу, вы качаетесь, вы достигаете каких-то результатов, это очевидно. Поэтому спасибо, ребят, большое, ссылочка в описании на сайт будет. И также на мой инстаграмчик, подпишитесь, пожалуйста, пожалуйста, умоляю вас. И в следующем выпуске. Пока.